Контрмеры против потолка цен на российскую нефть. Телемост Казань, Таиланд. Как получить второе образование? Всем привет! Эфире Мерньюз, а в студии Кристина Осёкина. В Казанском федеральном университете были объявлены новые кадровые перестановки. Так, новым проректором по административной работе, руководителем аппарата с 1 февраля текущего года назначен Сергей Прохоров, ранее занимавший должность советника при ректорате. На новой должности он сменил Андрея Хашова, который в свою очередь переходит на должность от заместителя директора по общим вопросам Института геологии и нефтегазовой технологии. Также с 1 февраля 2023 года Департамент по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда переименован в Департамент комплексной безопасности. Его новым руководителем стал Валерий Красильников. Кроме того, коллективу вуза был представлен нового начальника отдела правового обеспечения закупок. Эту должность заняла Анастасия Костромина. С 1 февраля 2023 года вступил в силу указ президента Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от Большой Семерки и Евросоюза. Для чего это нужно и как это повлияет на мониторинг поставок, поможет разобраться Алина Красильникова. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был введен указ об ответных мерах на введение некоторыми странами механизмов потолка цен на российскую нефть. Тем самым он создает необходимую законодательную основу, чтобы российские нефтегазовые компании не принимали участие в системе предельных цен. Российская Федерация исходит из того, что ценообразование не может быть регулируемым и зависит от, во-первых, той цены, которую устанавливает продавец, а второе, от абсолютно рыночных цен на продукцию, то есть те, кто готовы платить больше, должны платить больше, если они хотят приобрести, и никто препятствовать этому не должен и не может. Потолок цен на российскую нефть можно рассматривать как апогеи санкционной политики. Смысл этих действий в том, что начиная с декабря 2022 года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, а страны G7 ввели ограничения для нее. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещаются перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю. На трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но предельная цена в этом случае пока неизвестна. Россия категорически против того, чтобы устанавливался какой-то потолок на нашу продукцию, поскольку только продавец праве определять, за какую цену он готов продавать свой товар, тем более, когда речь идет о таком стратегическом товаре, как нефть. Из указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Исключения на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны на основании специального решения президента. Запад в этих условиях рискует остаться без российской нефти, что приведет, конечно, к энергетическому кризису на Западе. Что касается России, то продавать цену по заниженной себестоимости она, конечно, не будет. И Россия продает свои стратегические товары за ту цену, за которую она считает это выгодным. Запрет на поставки нефти будет действовать пять месяцев с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов в такие страны определит правительство. Алина Красильникова, Универньюз. О встрече учащихся и сотрудников общеобразовательной школы-интернат лицея им. Лобачевского КФУ и школы Срубиват технологического университета в Крыльевске Таиланд в Сармате Тельмаста расскажет Амир Ахтямов. На днях состоялась вторая встреча обучающихся и сотрудников общеобразовательной школы-интернат лицея им. Лобачевского Казанского федерального университета и школы Срубиват технологического университета Королевства Таиланд в формате телемоста. Со школой Таиланда мы дружим уже на протяжении четырех лет. И телемост уже проходит во второй раз. Телемост посвящен в этом году год педагога и наставника. Открыли встречу заместитель директора по учебной работе школы Срубиват Бут Сокорн Йот Камлуи и директор лицея им. Лобачевского Елена Скобельцина. По просьбе коллег из школы Срубиват Елена Скобельцина кратко рассказала о лицее и продемонстрировала видеоролик о проектах лицея на английском языке. Со стороны лицея представлено пять проектов. Они очень интересные, разнообразные. В частности, была представлена «Умная палата». Сегодня об этом проекте, знаете, Россия и наши ученики уже имеют патент. На свое изобретение. Кроме этого, наши ребята представят проект, который хотят воплотить уже в этом году вместе с родителями. Это «Умный класс». В основной части встреч обучающиеся десятых-одиннадцатых классов лицея имени Лобачевского и школы Срубиват представили свои исследовательские проекты. Проект – это «Умный класс», который мы уже реализуем в нашем лицее благодаря администрации. «Умный класс» поможет учителям и ученикам тратить меньше времени на организационные процессы, и благодаря этому увеличивают их продуктивность. То есть, допустим, открывать шторы, либо включить проектор учитель сможет просто голосовой командой. После встречи у ребят была возможность пообщаться с обучающимися школой Таиланда, узнать больше о культуре стран, традициях и особенностях школьной жизни стран. Также во встрече приняли участие учителя лицей и школы Срубиват. Амир Ахтямов, Парид Захидаглы, Универньюс. Вы хотите получить второе профессиональное образование, но времени на очное образование нет? Казанский федеральный университет создает все условия для вашего комфортного обучения. Подробнее расскажем далее. В Казанском федеральном университете был открыт проект «Цифровые кафедры», который направлен на получение цифровых компетенций в области создания алгоритмов и разработки программ для студентов профильных и непрофильных направлений. Важно отметить, что помимо теоретических знаний, которые студенты получат во время обучения, для ребят предусмотрена практика по всем направлениям в крупных компаниях-партнерах. Это вуз и институт. И можно получить онлайн образование именно полноценное. Отдав этому четыре прекрасных года своей жизни, это уже вуз. И по окончанию, конечно же, специалист уже готовый получает диплом. И, кстати, диплом не отличается от того диплома, что получают студенты, которые учатся на традиционной программе. Всего было запущено пять дополнительных программ профессиональной переподготовки. Они направлены на формирование компетенций в программировании, в разработке программного обеспечения и анализе данных. Цель еще этой программы, чтобы научить ребят работать в распределенных командах. То есть после ковидное общество и тем более в IT-компаниях, оно сейчас очень сильно изменилось и культура работы. То есть очень многие люди работают удаленно, из дома, из других городов, в распределенных командах. И необходимы как раз-таки навыки сотрудников IT-компаний, которые умеют работать с людьми, которые ни в одной комнате сидят, ни в одном офисе, которые работают в разных часовых поясах. И поэтому мы и сделали такой вот профиль, чтобы формировать еще вот такие навыки у наших выпускников. Пройти обучение могут только учащиеся Казанского федерального университета. Это студенты 3-го и 4-го курса бакалавриата всех направлений подготовки, 4-го и 5-го курса специалитета всех направлений подготовки, а также 1-го и 2-го курса магистратуры по направлениям, не относящиеся к IT-сфере. Студенты признаются, создание цифровой кафедры помогает получить вторую специальность. Поступить, потому что это, по моему мнению, один из ведущих вузов, который дает шикарное образование. Благодаря этой программе IT-компании региона получат более 500 специалистов, готовых к профессиональной работе в области разработки цифровых платформ. Отметим, что цифровые кафедры созданы более чем в 100 российских университетах, участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Адалина Абдрахманова, Универ-Ньюс. Магистрант Казанского федерального университета Ева Кузнецова занимается разработкой лекарства отмышленной атрофии. Подробности расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Когда в нашем организме нарушается работа митохондрий, главных энергостанций клеток, приходит мышечная атрофия. Этот недуг затрагивает не только пожилых людей. В зоне риска может оказаться каждый. Если в одних случаях это заканчивается инвалидностью, в других пациенту грозит летальный исход. Атрофия – это значит дисфункция мышц. А наша самая главная дыхательная мышца – это диафрагма. И, конечно же, в первую очередь это касается ее. Так как наши исследования проходят на нервно-мышечном препарате, это диафрагмальная мышца мыши. И диафрагма – это та мышца, которая отвечает за наше дыхание. При мышечной атрофии, при дисфункции мышц, как раз затрагивается эта мышца, вследствие чего наблюдается дыхательная недостаточность у людей. И люди долго, мучительно могут погибать от того, что просто задыхаются, либо не могут сделать выдох. Магистрант Казанского федерального университета Ева Кузнецова уверена, найти решение этой проблемы можно. Вместе с командой сотрудников Казанского научного центра Российской академии наук, она исследует вещество, которое однажды сможет победить мышечную атрофию. Мы изучаем действие 25-гидроксихолестерина. Это такой окисленный холестерин, его производная. И изучаем его влияние на нервно-мышечный препарат. И путем долгих исследований всей нашей лаборатории мы пришли к взаимосвязи этого вещества с работой митохондрий. То есть сделали такую гипотезу, что, возможно, оно может влиять на их работу. Вещество, по словам Евы, повышает эффективность нервно-мышечной передачи и благоприятно влияет на мышечные сокращения. Это ученые выяснили в процессе лабораторных исследований. Они смоделировали дисфункцию диафрагмы на мышах, а затем восстановили работу мышцы с помощью введения вещества, которые изучают. Оксистерин может способствовать поддержанию мышечных функций. Он может способствовать регенерации, может способствовать улучшению нервно-мышечной передачи, может способствовать улучшению работы митохондриальной функции. До этого у нас были работы, которые показали, что введение этого оксистерина может превратить некоторые признаки такого заболевания, как боковой энтрофический склероз, который поражает нервно-мышечную систему и мотонейроны. Поэтому это исследование говорит о том, что есть полезные свойства у производных молекул холестерина, и мы можем сейчас иметь механизмы, которые могут задействовать их для лечения различных заболеваний, в том числе связанных с дегенерацией функций мышц. На данный момент ученые изучают механизм работы мышц под воздействием вещества. Промежуточные результаты члены команды публикуют в международных научных изданиях. В идеале в конце исследований ученые смогут разработать препарат, который поможет организму вылечиться от мышечной атрофии самостоятельно. Маргарита Михайлова, Фаридзе, Хитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Кристина Отекина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!